Ас-саляму алейкум. Эммануэль Макрон подверг критике ислам на земле Франции, как вдруг ислам явился к нему с небес Франции. Здравствуйте, Софи. Я раньше была Софи. Сейчас перед вами Мария. Мария? Я больше не христианка. Теперь я мусульманка. Софи Петранен, 75-летняя гражданка Франции, отправилась в государство Мали с миссионерской деятельностью. В большей степени она поехала туда для распространения христианства под предлогом миссионерской деятельности. Доказательством этому является то, что с ней во время поездки находился итальянский священнослужитель. В 2016 году ее похитили вооруженные люди. Позднее в Мали произошла революция, и новая временная власть объявила об освобождении Софи Петранен. Макрон сообщил, что ждет завершения этого важного дела, а именно освобождения последней французской пленной в мире. Он подготовил по этому поводу речь, которую должен был продекламировать во всех средствах массовой информации. Но что же случилось? Самолет приземлился в Париже. В аэропорт прибыли президент Макрон, министр иностранных дел Франции и члены ее семьи. Все они встречали Софи Петранен. Президент испытал шок, когда обратился к ней по ее прежнему имени Софи. И она ответила ему, я была Софи. Сейчас перед вами Мария. Я стала мусульманкой. И я больше не христианка. Получай критик ислама. Но еще больший шок он испытал, когда она сказала, зачем вы привезли меня во Францию? Я хотел остаться в Мали, причисто Аллах. Во-первых, она провозгласила о своем принятии ислама. И во-вторых, она не хочет жить во Франции, а желает жить в мусульманской стране. Ввиду всех этих потрясений, он отменил ранее подготовленную речь, которую он собирался произнести в средствах массовой информации. К сожалению, арабские средства массовой информации не делятся всеми этими подробностями. Я обратился к посту в твиттере члена французского парламента Жака Миарда. Пожалуйста, это его запись в соцсети. Перевод. «Странные действия со стороны Макрона. Он отменяет ранее объявленную речь без каких-либо объяснений после встречи с ранее пленной. Обстоятельства пошли не по плану». Этот член французского парламента упрекает Макрона и говорит о нем с насмешкой. В конце поста он говорит, «Я и не мог подумать, что то, что якобы считалось достижением для Франции, на самом деле стало пощечиной по нашему лицу и достижением для борцов за правое дело». Это его слова. Особенно, когда мы узнаем, что за освобождение пленной Софи Петронен Франция заплатила 10 миллионов евро. «Дорогие мои, случившееся – это одно из знамений Аллаха и помощь религии Аллаха. Когда в этом мире все станет тщетно, придет помощь от Аллаха». Они осаждали ислам на земле, и ислам явился к ним с небес. Поистине, Аллах проявляет ревность в отношении своей религии. «О мусульмане, приносите пользу благам, приносите пользу посредством своей религии, ведь ислам распространится по всей земле и найдет путь к сердцам людей». Посмотрите, что заставило Софи принять ислам и последовать религии тех, кто ее пленил. Что заставило сменить имя на Марье? Она приняла ислам в стране, в которой больше половины населения находится ниже черты бедности, а сама пришла к ним из богатой, прогрессирующей страны. Она приняла ислам, будучи в преклонном возрасте, близкой к 75 годам. Так почему же Софи приняла ислам? Этот вопрос должен возникнуть в голове у каждого, кто относит себя к исламу. Почему все они принимают ислам? На самом деле, причина для нас очевидна. Как сказал царь Ираклий Абу-Суфьяну, «таков иман, проникший он радует сердца». Это религия, которая соответствует здравому естеству и просвещенному уму. Именно поэтому мы видим, что в ислам обращаются ученые, мыслители и умные, мудрые люди. В то же время мы видим, что ислам покидают странные люди, душевнобольные, те, кто следует за своими прихотями и лицемерой. Я даже помню, как однажды один из христианских проповедников сказал мне, «Шейх, не слишком радуйся тому, что многие люди принимают ислам». Ведь когда кто-то принимает ислам, кто-то его покидает. Я ответил ему, «Умные из вашего числа принимают ислам, а глупцы из нашего числа принимают христианство и становятся ертиками». Мы довольны таким исходом. Это религия Аллаха, которую он одобрил для своих рабов. Неужели этого не будет знать тот, кто сотворил, если он проницательный, ведающий? Вы требуете от Аллаха чудо? Достаточно того, что он оживил народ из числа умерших. В конце передачи хочу поделиться с вами одним сообщением. Да, с вами, подписчики и зрители. Британская журналистка была взята в плен в Афганистане и после возвращения объявила о своем принятии ислама. Итальянская военнопленная была взята в плен в Сомали и по возвращению объявила о своем принятии ислама. Французская христианская деятельница была взята в плен в Мали и после возвращения также объявила о своем принятии ислама. Они прониклись исламом, будучи пленными. А ведь самое ненавистное для пленного – потакать пленящему. Представьте, что было бы, если бы ислам явился к ним от надежного, доброго советчика в своей полной красе.